Дорогие друзья, добрый день! Снова мы с Алексеем пришли в уютный часовой салон All Time. И сегодня я обратил внимание, что у Алексея какие-то очень интересные часы на руке. Алексей, что это за часы? Наверное, вы подумали, что это русский бренд. Да, с орлом, с двуглавым орлом. С золотым двуглавым орлом. Ну, в общем-то, бренд не русский. Хотя история русская. Ну, начать с того, что это швейцарский бренд, стопроцентный швейцарский бренд. То есть происхождение, производство, механизмы, все швейцарское. Называется Kustos. Почему это русская история? Ну, понятно. Двуглавый орел – это такие знаковые часы для швейцарского бренда, который хочет сделать какую-то спецсерию для России. История этих часов связана не совсем со швейцарским часовым делом, или, так скажем, не стопроцентно со швейцарским часовым делом, скажем, уязвить французское правительство, которое на его вкус брало с него слишком много налогов, решился сделаться русским гражданином. И сделался. Вот. И, соответственно, фраза – это была рекламная компания бренда Kustos. Фраза называлась «Proud to be Russian». И название модели. «Горжусь быть русским». И вот эта вот сакраментальная фраза, она изображена вот как раз на этих самых часах. Причем не единожды, а дважды, с оборотной стороны тоже. Я думаю, все помнят эту историю про Жерар Депардье, когда вот эта вот была шумиха про его гражданство, про квартиру в Мордовии, по-моему, да? Или… Возможно. Или, по-моему, да, по-моему, там… То есть вот это вот все вот эти вот встречи там с чиновниками и так далее и тому подобное. Но не все помнят про историю самой этой марки Kustos. То есть я думаю, все-таки, может быть, мы сделаем еще шаг назад. И до… Абсолютно. Что было до… Это необходимо. В элитном мире швейцарского высокого часового искусства есть бренды, почерк которых узнаваем сразу. Kustos – один из таких брендов. С момента запуска в 2005 году Kustos с его высокотехнологичным подходом к производству выработал свой ни на кого не похожий стиль. Команда Kustos, найдя идеальный баланс между инновациями и традиционным часовым мастерством, неустанно идет вперед, опережая время и делая сегодня то, что другие будут делать завтра. Сердце и мотор Kustos – соучредители Сосун Сирмакис и Антонио Тиранова. Занимающий пост генерального директора компании Сосун Сирмакис с раннего детства был погружен в мир часов. Его отец – Вардан, глава Франк-Мюллер-Вотчленд. Окончив школу, Сирмакис-младший устроился в отцовскую компанию, взявшись оптимизировать работу отдела драгоценностей. Всего за два года он вывел департамент на совершенно новый уровень, превратив его в крупную ювелирную компанию. Весной 2004-го Сосун Сирмакис, которому тогда было 20 лет, решил создать свой собственный часовой бренд, получивший название Kustos, что в переводе с греческого значит «хранитель». Партнером Сирмакиса и главным дизайнером компании стал Антонио Тиранова. Антонио на тот момент было 37 лет. Он является дипломированным специалистом по микротехнике, занимавшийся техническими разработками известных часовых брендов и мечтавший в полной мере реализовать свой талант дизайнера часов. Производство Kustos базируется на пограничной территории по соседству с французским городом Ферне-Вольтер. Мастерские компании расположены в Шато-Превиссин, здании XIX века. Здесь делают корпуса часов. Затем часы вручную собирают в Женевском ателье бренда. Дом на улице Сен-Жерве – целый комплекс, куда входит, собственно, ателье и концепт-стор Kustos. Команда Kustos открыта сотрудничеству. Партнеры бренда известны по работе с Mercedes датчанин Эрик Кустер, тату-мастер Кристиан Нгуэн, испанский мотогонщик Дани Педроса, производитель гиперкаров Пагани, актер Жерар Депардье. Сосун Сирмакис и Антонио Тиранова кажутся настоящими визионерами, мечтателями и одновременно провидцами, заглядывающими в будущее часовой индустрии. Ну, до Депардье историю надо начинать с момента еще до образования бренда Kustos. Да, с образованием другой империи. Да, потому что за брендом Kustos, за этой маркой, стоит человек с фамилией Сирмакис. Сирмакис младший. И тем, кто увлекается часами. Да, имя прекрасно известно. Может быть, они не помнят конкретно фамилию, но бренд, который стоит за этой семьей, помнят прекрасно. Это Франк Мюллер, господин Сирмакис, Вартан Сирмакис. Такая часовая империя. Да. Он был, на самом деле, специалистом по производству ювелирных изделий и корпусов, золотых корпусов для часов. Собственно, с чего началось его взаимодействие с часовщиком Франком Мюллером, который дал свое имя компании. Бренд называется Франк Мюллер, а не Вартан Сирмакис. Но, тем не менее, главное там Вартан. А мог бы быть Мюллер Сирмакис, да? И этот бренд, он выстрелил в начале 90-х, ну где-то так, скажем, в 95-м году. В России все с ума сходило по часам Франк Мюллер. Просто это были часы, ну если это был не Патек Филипп и не Роликс, то Франк Мюллер это был невероятно круто. И до сих пор, кстати, помнят? До сих пор помним. И, кстати, прекрасные часы. И чем выстрелил этот бренд? Когда, в общем-то, большинство, абсолютное большинство часового производства нацелено на то, чтобы делать круглые часы, Франк Мюллер начал делать часы в такой изогнутом, таком очень эмоциональном, таком очень приятном, подержать в руках, ощутить на руке, изогнутом бочковидном корпусе. И, в общем-то, это был первый бренд, который поставил, ну фактически поставил на вот именно вот такой вот, ну первый бренд современности, так скажем, вот нашего времени, который поставил не на круглый корпус, а именно на какую-то форму. Вот. И он был очень-очень успешен в этом. Но у этого бренда один был, ну, с одной стороны плюс, с другой стороны недостаток. Еще до того, вот сейчас Винтаж правит вообще часовым дизайном, абсолютно. Но в 90-е годы вся фишка, вот именно как дизайнерского проекта бренда Франк Мюллер была в том, что он начал как раз использовать вот эти вот ностальгические какие-то штуки в дизайне. Конкретно это были циферблаты эпохи арт-деко. На самом деле тогда тоже были бочкообразные корпуса в моде, ну, то есть это конец 20-х, 30-е годы. Очень были в моде прямоугольники и бочки. Вот. И фактически он, так сказать, использовал очарование вот этого вот наследия, дизайнерского какого-то достояния. И это у него получилось очень классно. Но при этом, пойдя вот этим винтажным путем, бренд стал выглядеть немножко, как бы, так сказать, архаичным. Потому что он отсылал туда, так сказать, далеко назад, 60 лет по тем временам, 70 лет назад, сейчас уже больше. Вот. А молодое поколение, сын господина Сермакиса, он, видимо, почувствовал эту штуку. Это был 2005 год. То есть, в общем-то, 16 лет назад. Бренд, в общем-то, молодой. И он решил сделать бренд, который был бы, как Франк Мюллер, ну, вот, по форме корпуса, по ощущениям на руке, но был бы вот таким вот авангардным по дизайну. Какой-то модный дизайн. И модный дизайн это было что? Ну, ты сам знаешь это имя. Ришар Миль. Правильно. Это был Ришар Миль. Ришар Миль, часы Ришар Миль появились в 2001 году. Ну, презентация первого его турбийона. И Ришар Миль то же самое. Нельзя сказать, я не хочу сказать, и не буду говорить, и это нельзя говорить, что Ришар Миль взял и позаимствовал у Франка Мюллера идею сделать часы в бочковинном корпусе. Ну, стоит посмотреть фотографии, и сразу понятно, что это разная абсолютно история. Да, абсолютно другая. Вот. И Ришар Миль, он ворвался, ну, таким, как удар грома, как раскат грома, ворвался в часовую индустрию, и он просто принес... Как доночный болид. Абсолютно. Который он так любит. Он принес новую эстетику. Я бы это назвал такой индустриальная барокко. То есть такая индустриальная эстетика, много прямых линий, углов, круги, углы, квадраты, прямоугольники. И такой очень четко вылепленный геометрически вот этот вот бочкообразный корпус. Абсолютно узнаваемый. И вот эта эстетика, все вдруг влюбились. Ну, Ришар Миль, понятно, Ришар Миль, тогда этот турбион стоил 200 тысяч франков. Ну, так, ориентировочно, скажем, тогда, как обычный турбион, допустим, фирмы Бригес, стоил где-то на уровне 100. То есть он первыми же часами сразу перепрыгнул в два раза. Все как-то влюбились вот в эту эстетику, этого индустриального барокко. И всем хотелось сделать что-то такое. И вот Сермакису-младшему, я его не спрашивал, такие вещи не спрашивают в лицо. Это уже я, так сказать, это самое, мое собственное ему заключение. Он просто решил создать, так скажем, такой симбиоз вот этой новомодной индустриальной эстетики барокко, изобиливающей деталями. Почему барокко? Потому что очень много деталей. И мы это посмотрим, когда начнем, в частности, рассматривать более подробно. Вот. И соединить вот с этой вот эмоциональной скругленностью, вот этой сглаженностью корпуса бренда Франк Мюллер. У них в компании, когда он учреждал Кустас, бренд Кустас, ходит такая легенда. Что-то не очень верится, но тем не менее окей. Нам деваться некуда, мы проверить не можем, что сделано это втайне от своего отца. То есть сначала учредил, начал выпускать часы, и потом вуаля, вот это самое. Ну, короче говоря, как бы оно там ни было сначала, сейчас Кустас, в общем-то, входит вот в этот хаб часового мастерства, который расположен в пригороде Женевы, Жан-То называется, Watchland. То есть часовая страна, страна часовщиков, может быть, да. Он там прописался уже достаточно давно, то есть все недомолвки, какие-то проблемы, может быть, между младшим и старшим поколением были решены. И теперь это просто, ну, так скажем, сопутствующий бренд, один из брендов. В лучшие времена у Франка Мюллера, у Франка Мюллера, у Франка Мюллера, у Лотшилленд было 12 брендов. Ну, так скажем, Кустас 13. Сейчас живо меньше. Именно в этом, вот эта история, это что приятно, когда говоришь об этом бренде, всегда есть возможность поговорить, обсудить именно вот то, что, то, как выглядят часы. Все эти детали. Оно завязано именно на том, как они выглядят и как они сделаны. Это, на самом деле, очень ценно. Вот эти часы, с которых мы начали свой разговор с русским гербом, с русским орлом, они, в общем-то, орел здесь доминирует, безусловно. И, так сказать, чтобы понять, что же такое Кустас, надо все-таки посмотреть на другие часы, рассмотреть их, так сказать, вытащить их специфику, за что же их стоит покупать. Но, тем не менее, орел прекрасен, это такая штука выразить свои верноподданнические чувства, без излишнего, так скажем, энтузиазма. Орел прекрасный, замечательное изображение. Ну, кстати, с маркетингу и точки зрения, мне кажется, очень интересная получилась история, такая, которая навсегда зайдет вот в эти вот анналы рекламы часов. То есть, такая, там, вам может нравиться или не нравится Депардье, там, сама марка, сама модель и так далее, но это уже, как бы, часть истории, да, как Убло и Экельстоун, или, как его звали, президент Форму А1. Да, которому подбили глаз. То есть, это, как бы, такая часть истории, и она очень такая интересная. То есть, это то, о чем интересно поговорить. И, мне кажется, в этом плане Кустас молодцы, да, то, что у них есть новая марка, но при этом у них уже в истории есть какие-то свои мифы, свои легенды, свои какие-то вот такие интересные вещи. Я думаю, что если там поговорить с самим Сермикисом Младшим, там наверняка всплывет очень много всего, да, как вот какие-то клиенты обращались, как кто-то просил какую-то, может быть, там персональную модель или еще что-то. То есть, там наверняка такая просто кладезь истории. Говоря как раз про часовое искусство, я думаю, все-таки надо про них поговорить не только с точки зрения эстетики, но и с точки зрения технической механики. То есть, ты все-таки как такой адепт механики и человек, который много-много лет погруженный именно в усложнения и такие вот вещи. Насколько здесь, с технической точки зрения, мы можем их… Ну, в общем, в том, что касается механики, подход совершеннейшим образом прагматический. Как у Сермакиса Старшего, должен сказать, так у Сермакиса Младшего. Сермаки Старший, то есть Франк Мюлера, у них, в общем-то, немного своих механизмов. Как правило, это покупные механизмы в специальном исполнении, со специальными штуками, но, тем не менее, база покупается. Примерно то же самое происходит и с часами Куслоса. То есть, базовый механизм часов с русским орлом – это клон ЭТА-2892, это селита 300 серии. В общем-то, этот механизм можно видеть сквозь прозрачное окно задней крышки корпуса. С механизмом, так скажем, очевидно, поработали. То есть, это не просто базовая, самый простой вариант селиты, а такая немножко обработанная. То есть, механизм, ну, он нельзя сказать, что он скелетонирован, это такое, так сказать, небольшое скелетонирование. То есть, со стороны циферблата видно, что некоторые детали там, так скажем, подрезаны. Вот, но в основном все это коснулось того, что механизм, его уменьшили габариты. То есть, убрали немножко его края с тем, чтобы сделать вот это вот ощущение скелетных часов. Вот, если присмотреться на часы на просвет, видно, что вот по краям этот механизм, эти часы прозрачны, то есть, свет проходит. Это, в общем-то, создает глубину и такое интересное ощущение механики. В принципе, сам по себе механизм, он неплох, он отличен даже, так скажем. Он тонкий, автоматический, надежный, он выпускается в очень больших количествах и работает прекрасно. Он сервисно пригоден, так скажем, ремонтопригоден. Вот, они поставили сюда такой очень специфической формы, титановый, с вольфрамовым сегментом ротор-системы автоматического завода, чтобы он заводился получше, вольфрам тяжелый. Ну и заодно вот этот вот стиль, вот этот индустриальный, они тем самым усилили. И радовал глаз. То есть, ну да, это не просто такой серийный ротор, на котором просто гравировано название бренда, как это обычно делается. Но, тем не менее, свой ротор, и он придает вид механизму, в общем-то, уникальный. И, в общем-то, это уже близко к своему механизму. Ну и еще такая штука, вот здесь видно, если присмотреться в нижней части циферблата, там есть окошко, и там вместо вот обычного, опять-таки, как это положено в этой оселита белого диска, да, то есть, с напечатанными черными циферками, там вот такая вот покрытая темно-синим каким-то покрытием PVD, судя по всему, такая скелетонированная штука. Дальше, здесь, значит, вот эти часы, это хронограф. То же самое, такое индустриальное барочное исполнение, то есть, смотрим на циферблат, и глаз просто разбегается. Там столько много всяких маленьких и больших штучек, все они разные, все по-разному отделаны, по-разному окрашены. В общем-то, это какая-то вот такая загадка, пазл для ценителя часового искусства, посмотреть, поразбираться, как это сделано, а зачем это все нужно и все такое. Ну и вот создается вот именно вот такой уникальный вид, вот такое богатство такого вот механики, собственно, ради чего и покупает часы Кустас. Ну и кроме всего прочего, как я уже отмечал, это вот корпус, бочкообразный корпус, вот его форма. Вот если мы посмотрим профиль, то мы увидим, что он изогнут. Это вот то самое наследие бренда Франк Мюллер, который, так скажем, взял по семейному праву товарищ Сермокис Младший. Да и будем честны, все-таки бочка, она больше не Решер Миллевская, она больше такая как раз Франк Мюллеровская. Ну вот здесь посмотрим, здесь мы еще увидим такие, это был 2005 год, это был такой момент взлета. Сейчас все немножко поуспокоилось по такого рода дизайну, по такого рода проектам в Швейцарии, все попроще, по сглаженнее. А здесь мы видим ободок, который, в общем-то, и не надо было крепить винтами. Но, тем не менее, здесь вот те самые золотые винты, у них еще шлицы выровнены вдоль изгиба корпуса, причем это сделано как в этой модели, так и в этой. Вот, и вот эти винты, они тоже создают вот такое вот барочное ощущение, что что-то там, они не обязаны быть золотыми, они, тем не менее, золотые. В общем-то, все выглядит красиво и так, в общем-то, ярко и эффектно. У нас сейчас в руках такой, можно сказать, такой часовой инь-янь получился, да, такой кустовский белый и черный часы. Причем черные часы это не просто там сталь в спивиде, да, а это такой карбон. Вот насколько уместно называть часы карбоновыми, вообще карбон ли это? Ну, слово карбон я не приветствую, как зануда в области часовых терминов. Я обычно предпочитаю пользоваться углеволоконный композит. Почему композит? Потому что это материал составленный из разных материалов, то есть углеродное волокно плюс связующее. Ну, как правило, это какая-либо органическая субстанция, типа эпоксидный там и так далее. Они сделали очень интересный вклад в часовой дизайн. Вот конкретно эта модель, это образец. То есть они вместо того все любили, все любили черный корпус, черный углекомпозит. Вот это вот игра волокна, карбона, так скажем в кавычках. Вот. И они решили сделать примесь к волокну вот таких вот окрашенных волокон. Честно говоря, я не знаю, что конкретно здесь. Это может быть стекловолокно, может быть углеволокно с каким-то, ну так скажем, с покрытием, с подкраской. Вот. И создался такой камуфляжный эффект. Ну, здесь его трудно назвать камуфляжным, потому что здесь красный цвет. Но, тем не менее, создался такой очень интересный. Что получает человек от этого корпуса? Ну, во-первых, естественно, само соответствующее вот этой индустриальной барочной эстетике материал и внешний вид. То есть такой черный, необычный и всегда, так сказать, с какой-то деталировкой, которая образуется вот этими красными вкраплениями. И, во-вторых, он получает, в общем-то, уникальный экземпляр. Хотя это серийные часы, часы серийного производства, даже если это лимитированная серия. Но поскольку эта штука вся выпекается, в общем-то, поодиночке фактически, потом вырезается на станках, естественно. Вот эта вот картинка, она как отпечаток пальца. То есть она уникальна для каждых часов. Ну, в определенном смысле все часы уникальны. Но здесь они, в общем-то, определенно, с первого же взгляда, очевидно, уникальны. Поэтому, вот. Ну, кроме того, они такие легенькие, пойдут и дамам. Вот это вот сочетание блестящих поверхностей, люминофора, черного углеволокна, черного циферблата. Это такое очень нарядное сочетание, дамам понравится. И вот те часы, которые у меня в руках, здесь титан. Это тоже легкий материал, который, в общем-то, не отяготит нежную женскую руку. И, в общем-то, белый ремешок очень здорово пойдет, естественно, летом. Просто прекрасно. Каучуковый ремешок надолго. Но загорелой кожей. Все остальное, абсолютно. Все остальное совершеннейшим образом кустас. Очень интересный циферблат, такой скелетонированный циферблат с таким четким геометрическим рисунком. В общем-то, часы такие очень интересные. Ну, безусловно, он и загорелый. Такую эргономику, да, традиционную для кустас. Стоит очень хорошо, что, в принципе, сделают кустас-сенор часы достаточно такими, ну, носибельными для всех, да. Ну, вот, чтобы продемонстрировать творческие возможности бренда, так скажем, в создании каких-то моделей коллекции, вот, мы говорили о часах белых, титановый корпус на белом каучуковом ремешке. В общем-то, сходные модели, то есть здесь цветные, ну, здесь конкретно вот на этих часах черный каучуковый ремешок, опять-таки титановый корпус. Ну, и, соответственно, под черный ремешок сделан декор циферблата. Тут черные и блестящие металлические полированные элементы, и маленькая секундная стрелка вот с таким вот бегунком кустасовским. Ну, это их один из таких фирменных дизайнов. Да, такая фишечка. Это такой, я не знаю, как это, как это охарактеризовать, такой винт, что ли, турбина, ну, что-то в таком духе. Вот, которая, в общем-то, смотришь на нее и думаешь, что это такое. Ну, в общем-то, наверное, в этом и состояла задумка дизайнера. Но при этом легкие и, в общем-то, подходят как мужской, так и женской руке. Ну, вот эта черная модель. Ну, и, соответственно, синяя модель. Здесь используются такие яхтные, такие, ну, совсем уже летние тоже какие-то акценты. Синий, темно-синий и оранжевый. Вот эта вот турбина, вот она здесь оранжевая. Здесь не турбион, мы сразу говорим. То есть это часы не ценовой категории турбионов. Но, тем не менее, вот такая вот штука, она выглядит достаточно круто, достаточно ярко и эффектно, и в чем-то, в общем-то, заменяет турбион. Так что... И не такая хрупкая, как турбион, да? Абсолютно. На руке, даже на небольшой руке, то есть у меня, по-моему, 17 сантиметров или что-то типа того. Вот, выглядит отлично. Такой вот, опять-таки, эргономичный корпус. Такой он слегка изогнутый. Прозрачная задняя крышка с ротором. Ну, то есть, все как положено. Такая вот фирменная бочка, то есть такая узнаваемая, интересная история. Конечно, вот эта вот секунда в виде вот такой вот трехлапки. Вот, придает какой-то дополнительный такой часовой харизмы. Не все, что выглядит странно в часах, мне нравится. Вот, но мне нравится, что часы Кустос выглядят так немного странно, немного по-своему. То есть у меня вот к ним такое отношение. То есть они очень, да, такие своеобразные. И то есть я понимаю, что, конечно, люди, особенно у кого нету какого-то такого глубокого погружения в часовую тему, они что-то видят похожее, сразу вспоминают какие-то еще бренды, которые на слуху. Вот, здесь можно их, в принципе, с чем-то сравнить, но при этом все равно уже у Кустос сложилось такое вот свое лицо со своими вот этими особенностями, которые делают их даже для человека, который ни вот этих всех других марок не знает, все равно будут выглядеть очень круто. И такое вот выпуклое стекло таким вот куполом над этой бочкой, сама бочка, вот эти вот грани, вот эти вот прорези здесь такие дополнительные. То есть очень все выглядит индустриально, харизматично, так круто. И, ну, на самом деле, дорого выглядит. Я думаю, что, в принципе, выглядит абсолютно на эти деньги. Ставим лайк в арке Кустос. Спасибо за внимание. А вы ставьте лайк нашему видео, пишите комментарии. Вот Алексей их не читает, я читаю, даже кому-то отвечаю. Вот, но если будут какие-то комментарии, которые важны, я потом Алексею перескажу. Ой, уже боюсь. Да, дулась. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.